Итак, банда, всем привет! С вами Павел Крупин и это канал Влавашмен. И сегодня в этом видео мы поговорим о том, где же выгоднее открываться, в мегаполисах или в регионах. Возможно, в регионах дешевле аренда, но при этом ниже чек. Мы узнаем в этом видео, так ли это, а также я вам расскажу, вообще есть ли смысл открываться в аэропортах. Можно ли там зарабатывать или только для бренда. Поэтому мы сейчас находимся в аэропорте Новосибирска, мы здесь открываем в Лаваше. Хотите это увидеть? Погнали! Мы сейчас будем делать официальное открытие, мы будем бесплатно вас кормить шавермой. Какие были расходы, что с персонала, что с фудкостом. Как мы вообще решились на аэропорт и как вообще удалось сюда попасть? Я соинвестор этой точки, обратного пути нет. Какой у тебя размер? Очень интересный конец. 7 миллионов – это тот бюджет, который мы планируем окупить меньше, чем за 20 месяцев. Покажу, что ппшное, я всем советую, спортсменам есть здесь. Так, ну что, мы сейчас находимся в Новосибирском аэропорту Толмачева. Он новый. Аэропорт входит в топ-3 лучших аэропортов России. Конечно же, я не мог здесь не присутствовать в Лаваше. Я живу на два города, постоянно Питер, Москва. Сейчас прилетел в Новосибирск. У нас сегодня здесь стройка точки в аэропорту, а также официальное открытие в Академгородке, в котором должен присутствовать. Так, ну что, дорогие друзья, мы в Новосибирске, и я бы сказал, что это просто намоленное место Академгородок. Здесь живут сильнейшие умы России, академики. Здесь создавалась вакцина для ковида. И очень много лабораторий, институтов и научных деятелей живут именно здесь. Свой город называется Академгородок. И именно здесь мы решили открыть нашу точку в Лаваше. Буквально месяц назад, может, даже полтора, мы ее запустили тестово. Морской проспект, дом 26. Ну, просто кусочек Питера теперь здесь. И сегодня официальное открытие, друзья. Сегодня мы покажем Академгородку, что такое в Лаваше, как мы умеем зажигать. Ну, и, конечно же, мы сегодня пообщаемся с франчайзи, вообще, какие цифры, сколько вложили, какая уже прибыль и, возможно, убыток. Поэтому давайте посмотрим на запуск реально по-настоящему уникальной точки в уникальном месте. Пообщаемся с партнером вообще, как ему вся эта история, движуха и будет ли он развиваться дальше. Так, ну и давайте о самом важном. Сзади меня это именно та точка в Лаваше. Вот здесь все уже зафигачили баннером. Она уже строится, запроектирована. Там уже много что готово. Скоро приедет мебель, декор. Мы уже обучаем персонал. Но самое важное, что это не просто франшиза. Мы все-таки здесь не стали франшизу продавать. С партнерами совместно зашли и вложились в эту точку. Большие вложения, порядка 15 миллионов. Я соинвестор этой точки. Будем топить. Обратного пути нет. Пойдемте покажу, что внутри. Крутое место, много людей. Есть, конечно, минусы, что в аэропорту есть более крутые трафиковые локации. Но, к сожалению, чтобы могли выиграть, то выиграли. Там было много дороже. Я уверен, что и здесь будет качать, потому что шаверн в аэропорту всем зайдет. Но, ребят, представьте, в аэропорту съесть шаулю. Так, ну что, ребят, мы прям святая святых в точке в аэропорту. Со мной Ольга. Это мой партнер по Сибирскому федеральному округу. Ребята у нас взяли мастер-франшизу. Я много раз ее показывал в выпускных и в сториз. И сегодня мы вместе вам покажем, что мы здесь вообще строим. Достроим мы вообще это когда-нибудь или нет? Обязательно. Оль, ну сколько квадратных метров в нашей точке? Будущая. 240 квадратных метров. Наверное, это самая большая точка в сети. Самая огромная. В аэропорте, думаю, что это оправдает эти квадратные метры. Это вообще очень круто. Какая аренда здесь вообще? Аренда в аэропорту привязана к пассажиру потоком, к товарообороту. Не менее 25% в бизнес-модели мы заложили аренду. Но здесь, как ты понимаешь, другое будет ценообразование. Аэропорт требует, ну, их там полтора, наверное, коэффициента. Скажите, как мы вообще решились на аэропорт и как вообще удалось сюда попасть? Потому что попасть в аэропорт, наверное, многим ребятам будет интересно вообще, будет тендер это был, либо через связи. Как это случилось? Слушайте, через связи вообще никак не работает. То есть, это акционерное общество. Это прямые тендеры через закупки.ру. Сначала обосновали концепцию бренда. Мы заявили здесь как шаверма. И вообще, конечно, все удивлялись, что в аэропорту шаверма, очень странно, нас приняли, сказали, да, здорово, вы подходите под код, дизайн-код аэропорта, будем строить. И дальше был аукцион, были электронные торги, где мы с шагом определенным торговались, бились пять участников, то есть делали шаг каждые полчаса. 700 тысяч раз. Не вынуждай меня. 700 тысяч два. И? Большое вам спасибо, сэр. Ставка 800 тысяч. Я трачу деньги, которых нет. Ясно. Все или ничего. Таким образом, ну вот, ставка дошла до определенного стоимости в рублях за пассажиропоток, и мы остались победителями. Нас аэропорт признал победителями, и теперь мы здесь. Короче, тут нужно разбираться, как играть в тендере и иметь стальные яйца, чтобы делать следующий шаг. Верно. Ну что, ребят, Лавашин Новосибирский, Академгородок. Погнали! Так, ребят, ну что, пойдемте внутрь, я вам покажу, как вообще все расположено, почему, где что стоит, где открытая кухня, где закрытая кухня. Здесь шикарный вход. Внизу написано «Поребрик». Это питерская вайб. На стенах написано «Шаверма». Охренительные телеки с видео. Посмотрите на этот неоновый экран с нашими. Ну, это просто питерская история. Там, медный всадник, саки и так далее. Ты понимаешь, что ты находишься в Санкт-Петербурге. Не донер, не шаурма, а шаверма в лаваше. Короче, мы доказываем, доказываем, что шаверма – это исконно питерский продукт, который может быть вкусным, безопасным, модным и может захватывать другие регионы. А вообще, пойдемте спросим, люди здесь стоят, что они здесь вообще стоят? Здравствуйте, я к вам. С вопросом. Здравствуйте. Расскажите, шаверма или шаурма, в общем? Да шаверма красивее звучит. Как вы сюда попали? Как вы вообще, брат, в лаваше пробовали нашу шаверму? Мимо проходил, решил зайти попробовать. Ну и как? Ну, вкусное, сладкое, острое, всякие разнообразные вкусы. Было ли в Новосибирске до этого такой продукт? Вы же, наверное, не первый раз кушаете шаверму? Ну, да, не первый раз. Ну, нет, такого продукта я не видел. Он вам что, платит? Ты знаешь, чем отличается шаурма от шаверма? Нет. Вот сегодня я тебе рекомендую попробовать наш продукт, и ты поймешь, что ты ни разу еще не пробовал лучшую шаверму в своей жизни. И шаурму ты больше есть точно никогда не будешь. Хорошо. Давай прямо сейчас тебе сделаем, чтобы ты попробовал и прямо на камеру сказал, вкусно или невкусно. Ну, давай сначала мы задаем тебе вопрос, как тебе упаковка? Интересная очень. И написано, а какой у тебя размер? Шавермы, видишь, она больше 30 сантиметров. Понял? Это уже сразу отличает от обычной шаурмы. Согласен? Да я бы такую силу, мой брат бы сразу рыжал. Да, давай. Сильно горячий. Получше пока не попробовал еще. Давай-давай-давай, да, мы ждем. Вкусно. Вкусно? Вот так вот, ребят, меняем вкусы нового поколения, делаем здоровое поколение в нашем продукте. У нас очень безопасный продукт. Он без майонеза, с мясом, без красителей, без ГМО, как в Макдональдсе или других КФС, там, в Бургер Кингах. Мы реально топим за детей. У меня всего трое детей, поэтому ты можешь есть это каждый день и не париться, что у тебя что-то будет не так с желудком или со здоровьем. Ну, расскажи, как тебя зовут? Меня зовут Маргарита. Маргарита. Расскажи, как реагируют люди, шаверма или шаурма вообще все-таки? На самом деле, очень отлично реагируют. Интересуются, в чем же та самая разница, почему шаверма или шаурма. Вот, и на самом деле, очень много гостей. Получаем от них обратную связь, что как будто бы побывали в Питере. Прямо рядом с нашей точкой произведение искусства. Старый военный самолет. Мне кажется, это прям круто. Ты сидишь, кушаешь шаву, смотришь на этот самолет. Здесь все будут фоткаться, подходить к нему, снимать видео. И считаю, что наша реклама, если мы правильно будем завлекать, 100%, мы заберем всю конверсию трафика отсюда. Самое важное, верю я в эту точку или нет? Вы знаете, верю. Мне кажется, в аэропорту не хватало такого продукта. Все те, кто будет всегда улетать из Новосибирска или Питер будут знать, что, блин, а там есть лаваше. Я перед выездом зайду, скушаю и хлопну по одной. Закуси. Не надо. Ну, расскажи, через сколько вообще эта точка откроется? Мы вообще ее строим уже очень долго, почти год. Да, мы проектируем, мы занимались проектированием, как ты знаешь, с архитектурным бюро. Ребят, хочу добавить. Мы, да, брали архитектурное бюро. Пергаев групп, это очень крутые ребята. Здесь, в Новосибирске, в том числе и в Москве. Делают много крутых ресторанов, проектов. И мы заплатили порядка полутора миллионов только за дизайн, проект и архитектуру. Поэтому, когда вы говорите, что можно точку за 500 тысяч открыть, вот можно просто дизайн за полторашку в сандалии. Проходы здесь запроектированы так, что ты будешь видеть правильные ракурсы. Правильные, да, рекламные поверхности. Поэтому это очень круто, хорошее решение. Ну, окей, через сколько мы откроемся? Мы планируем открыться до 20 августа, не позднее, да, техническая? Ну, где-то в середине августа, да. 20 августа, ставим цель. Да, ставим цель такую именно. Вот здесь будет открытая зона, открытая кухня. Я, честно, пока даже не пытаюсь визуализировать, как получится, потому что получится просто раз по-любому, лютый. Что, пойдемте на кухню, посмотрим, что будет внутри. Так, ну, здесь такая вспомогающая, вспомогательная зона бара, холодильники, судя по канализации, выведенной трубком, скорее всего, здесь будет и, возможно, мойка. Вот, и это будет вспомогательная зона для ребят. Пойдемте дальше. Святая из святых кухня. Так, здесь, конечно, еще не все готово. Уже, в принципе, сделан пол, потолки, стены, двери, разведена коммуникация. Вот, и дальше, соответственно, уже оборудование, вентиляция уже полностью, да, проведена. Дальше здесь просто будет расстановка оборудования. У нас технология уже вся полностью сделана, поэтому, кстати, первый раз серая плитка на кухне. Обычно всегда белая. Вот, но это по концепции, как по моему, аэропорта было сделано, да. Круто, что, очень много проводов, щитков, выводов, вводов. Со мной партнер, Ольга, она везде. Во-первых, кофе такой же, как в Питере. Это супер. Шаверму я еще не пробовал, но я уверен, что она такая же по вкусу, как в Санкт-Петербурге. Будь уверен. Какой бюджет? Точки? Сколько вложили? Поскольку пришлось реконструировать всю входную группу... Я правильно понимаю, здесь входа не было? Вообще не было. Здесь был один универмаг, березовая роща или что-то типа того. Мы полностью меняли здесь витраж, закладывали стену, делали входную группу. Поэтому на 1 миллион плюсом вот на эти вот инвестиционные, ну, как бы капитальные затраты. Без них бюджет составил 7 миллионов, но из них достаточно было дорогим технологическое оборудование, потому что здесь мы уже используем все технологическое оборудование, которое ты... Новое. Сейчас, да, новое оборудование. 7 миллионов – это тот бюджет, который мы планируем окупить меньше, чем за 20 месяцев. Скажи, пожалуйста, сколько вы уже здесь работаете? Мы работаем месяц в техническом формате. Какой оборот? Среднедневная выручка у нас 100 тысяч. 100 тысяч? Значит, оборот порядка 3 миллионов, там, плюс-минус. Да, ну да. Осенью, зимой будем удерживать 100 тысяч, ну и год-года будем прирастать. Ну, круто. Первый месяц еще официально открытия не было. А какая примерная прибыль? Слушайте, ну, здесь мы идем в рентабельность. Вообще подвели итог сейчас только, ну, получается, 20 дней июля. Сейчас планируем 600 тысяч у нас должно быть по июню, но я обязательно отдам отдельную, видимо, справку. Ребята, ну, смотрите, Новосибирск первый месяц, открытие тестовое, 600 тысяч на шаухе. Кто говорил, что это невозможно, пожалуйста, приезжайте в Аганевый городок, можете посмотреть. Все это возможно, все это работает. Реальный партнер, реальная точка. И мы только открылись. Поверьте, в следующем году, в этом сезоне здесь будет просто разница. Топим дальше? Да, да, да. Давайте поговорим о вложениях. Понятно, что в 250 квадратов, в аэропорт, с учетом аренды и кучей проблем, очень много денег мы уложили. Мы уложили 15 миллионов сюда. Я думаю, что окупаемость будет порядка трех лет. Давайте разберемся, дороже ли открываться в регионе, например, в таком, как Новосибирск, чем в Москве или в Питере. Я вам скажу, что, в принципе, одно и то же. Строители стоят так же, материал стоит столько же. Аренды плюс-минус те же. Но если мы берем не только Новосибирск, мы берем какой-то дальний регион, где там население 50-100 тысяч, есть смысл там открываться? До 100% есть, потому что такого продукта там нет. Если вы отстраиваетесь от рынка продуктом, визуализацией, делаете людям достаточно такой необычную подачу, сервис, вкус, то тогда вы становитесь таким Макдональдсом в мире Шаверн, да, например. К вам будет 100% очередь, вы будете очень значимы в этом городе, вы будете звездочкой для этого города, и к вам будут стекаться все потоки. Поэтому от 50 тысяч человек можно спокойно открывать одну точку и рвать этот рынок. Меня очень многие спрашивают, что с логистикой, как вы вывозите мясо в Новосибирск, ребят, очень легко. У нас свое производство, мы его производим, вакуумируем, потом у нас есть своя шоковая заморозка, отправляем в холодильник шоковой заморозки, и потом это все едет на поезд. В поезде кладется вагон-рефрижератор, где морозилка, и 10-12 дней фигачить Новосибирск. Мясо, все наши полуфабрикаты, брискеты, все, что мы можем шоково заморозить, все отправляем в Новосибирск, даже лаваш. Два-три года назад я начал строить производство и не ошибся, не прогодал, потому что сейчас я могу позволить себе открывать точки в дальних регионах, запускать их и отправлять туда практически всю продукцию с Питера. Ну что, друзья, всем привет! Вау! Огонь! Спасибо всем, кто пришел. Я знаю, что, наверное, многие из вас еще не пробовали этой шавермы, я уверен, поэтому вы сегодня удивитесь, потому что 5 лет я вкладывал каждый день душу, время, эмоции и веру в то, что этот продукт может быть лучше, безопаснее, моднее, вкуснее, чем он был с 90-х годов. И моя главная задача за последние 5 лет было изменить ассоциацию к слову шаверма, потому что она была плохая, уничтожена, избита в наше время. Мы ей все 5 лет, каждый день, каждую минуту, каждый час, выдавая каждую шаверму, эту ассоциацию меняем. Мы сейчас будем делать официальное открытие, мы будем бесплатно вас кормить шавермой, вы будете первый раз ее пробовать бесплатно. Ю-ху! Новосибирск! Огонем городок! Мы вас всех ждем! Так, ну что, друзья, мы это сделали, мы открыли точку, четвертую точку Новосибирске, посмотрите на эту толпу, там полная просто точка забитой людей, не знаю, как она столько вмещает. Я надеюсь, все-таки мы людям доказали, что не шаверма, а шаверма, и это безопасный, модный, качественный продукт. Ну и, конечно же, лучшая шаверма, это в лаваше. Новосибирск, спасибо за теплый прием, было очень круто. Посмотрите на счастливые лица, кайф вообще, я просто... Так, ребят, там очень много народу, без меня персонал не справляется, поэтому в лавашмен идет спасать вкус, спасать в лаваше и раздавать бесплатно шаверму. Погнали. Приятного аппетита. Приятного. Приятного аппетита. Ну что, сам лавашмен сегодня на раздаче, ребята, это грандиозное событие. Приятного. Здравствуйте, вы пробовали шаверму питерскую? Именно питерскую? Да. Да? Ну, вы знаете про этот вкус, да? Шикарно. Ну, тогда теперь Питер приехал к вам, вы можете не приезжать в Питер, приезжать в Академгородок и пробовать лучшую шаверму питерскую. Приятного. Спасибо. Только они недавно были в Питере и там ели. В лаваше были? Огонь. Ну, видите, теперь они у нас здесь. Приятного. Мы нашли очень крутого партнера в Новосибирске, у которого уже была управляющая компания, большой опыт. Они выкупили наш бренд в свой портфель, у них было уже 4 портфеля в бренде. С учетом своего опыта, бэкграунда, да, компетенции, они, конечно, намного круче набирают персонал, чем это делал обычный партнер. Поэтому мы отдали им весь Сибирский федеральный округ, зашли с ними в партнерство, и они уже дальше продают франшизы от нашего имени по Сибирскому федеральному округу. Набирает крутой, компетентный персонал, управляющий компанию, который уже помогает открывать франчайзи точки. Поэтому не бойтесь заходить в партнерство, правильно формируйте сразу изначально договоренности. Ну и один в поле не война, ребят. Это как раз про франшизу, это про партнерство. Вместе, когда много людей, они вместе топят за один бренд, вместе топят за продукт. Это намного круче, быстрее и сильнее развитие, чем ты один, пытаешься заработать все и в итоге ничего. Ну и самое, наверное, важное, это Weekly Business Review, это ВБР. Мы каждую неделю сознаемся с партнером, выходим на Zoom и общаемся, и он рассказывает, как у него прошла неделя, какой план на месяц идет он и в плане по выручке не идет, какие были расходы, что с персоналом, что с фудкостом, какие проблемы. Короче, еженедельная точка отсчета. Если мы понимаем, что что-то не так, мы хотя бы сразу начинаем что-то делать, договариваться, решать, и чтобы в конце месяца мы не поняли, что у него огромный кассовый разрыв, или у него проблемы с маркетингом, или он понял, что нет поваров, и он вообще закрыл точку. Короче, каждую неделю точка отсчета, каждую неделю мы с ним общаемся, и это очень сильно помогает расти. Ребята, они все уплетают в лаваше, давайте пойдем посмотрим, пообщаемся, вообще вкусно она, и как они часто к нам ходят, либо, возможно, первый раз. Пойдем посмотрим. Что такое? Куда? Попробовал уже шаверма? Ну, рассказывай, как шаверма? Очень вкусная, самая лучшая. Лучшая? Что лучше, шаурма или шаверма? Шаурма. Как шаурма, если у нас шаверма? Я не знаю, мы так привыкли. Ты первый раз пробовал нашу? Вашу, да. Я в городе был, но не зашел. Чем отличается от обычной, которую ты раньше ел? Более вкусные соусы, очень приятные. Она реально без майонеза, без всего, она очень вкусная получается, лаваш хороший. Ну, будете еще ходить? Да. Девчонки, можно? Как зовут? Полина. Полина? Мира. Первый раз пробуете нашу шаверма? Да. Ну, как вам, расскажите? Супер. Супер. Мне курица нравится. Лучше, чем шаурма? Я не пробовала просто ни разу. Ни разу не ела шаурму? Ну, все, мы здесь сейчас починами тебя поздравляем. Овощей огонь. Ну, короче, все вкусно? Все огонь. Будете к нам-то переходить? Наверное. Все, прокачиваю новости, ребята. Прокачиваю. Здравствуйте. Сейчас доест? Знакомы ли вы нас с нашим брендом в лаваше? Первый раз. Как по вкусу? Огонь? Нормально. А круто, что она без майонеза, без всяких растителей, качественная, чтобы ребенок ходить, да? Как вас зовут? Зовут меня Сергей, тренер по борьбе с самбо. И знаете, хочу сказать, прям сразу же хочу сказать, что, знаете, сейчас разговаривал со своим другом, обратил внимание на то, что это действительно открытие для людей. Не просто вы где-то закрылись, а показали всем. Сейчас съел вашу шаурму, да? И скажу, что ппшное. Я всем советую, спортсменам, есть здесь. Сегодня будем готовить классическую шаверму в Новосибирске. Так, ну что, погнали. Сначала мы берем мясо. Так, ну что, чуть-чуть огурчиков. Я бы добавил слегка сыра. Самое сложное, это заворачивать. Никогда я это не умел. Будет как будет. Неудобно буду помещаться в рот, но я просто переборщил чуть-чуть с ингредиентами. Какой у тебя размер? Просто я немножечко шалю. Наверное, это будет моя жена. Я лично, лично готовил. Я боюсь ударять это гостям. Возможно, шаверму я готовлю не очень, но я могу упаковать в ваш менеджмент, чтобы они точно круто ее приготовили, ребята. Вкусно? Огонь. Короче, все-таки я еще умею... Есть еще порох в пороховнице. А в свое время, пять лет назад, я стоял поваром и крутил эту шавуху. Потому что мне надо было понять все процессы, отцифровать, что делает повар, записать эту базу знаний. Поэтому я стоял, наверное, не знаю, в неделе две-три. Крутился очень хорошо, но за пять лет навык теряется. Самое важное было, чтобы в Новосибирске было, как в Питере, поэтому... Ребята, если вы еще не были в Новосибирске в лаваше, вы очень много потеряете. Так, ну что, дорогие мои лавашики новосибирские. Во-первых, я хочу вам выделить огромную благодарность, потому что сегодня я увидел тот вайп, который я вижу в Санкт-Петербурге. Здесь же не только не дело в самом продукте, в том, как вы заворачиваете шаверму, а дело еще в вашей ауре, энергии. И вот я сейчас увидел энергию Питера, энергию того бренда, который я создавал. И каждый из вас это делал сегодня своими руками, с собой, глазами, улыбкой и так далее. Поэтому огромная вам благодарность, огромное спасибо за подготовку и за ваш вклад. Поэтому вы красавцы, ура! Как прошло открытие? Слушай, Паш, ну я просто в шоке. Собрался, ну мне кажется, практически весь Академгородок. Длиннющая очередь. Мы раздали 500 шаверм за 40 минут где-то. Ахренеть! Да, это было очень круто. Паш, тебе спасибо, зажег аудиторию. Ты не зря зашла в бренд Лаваше, как в партнерство, купила франшизу. Слушайте, ну осознанный выбор. Работать под франшизой есть свои плюсы, свои минусы. Но во главе, когда сильный личный бренд, Паш, твой, когда все-таки профессиональная команда в управляющей компании и часть которой я также являюсь. Поэтому топим вместе, топим дальше, завоевываем Россию, завоевываем территорию. Огонь! Да, спасибо! Все, ребят, скоро в Новосибирске будет еще больше точек. Мы будем расширяться до Сибирского федерального округа. Сейчас мы открываемся в Якутске. В Якутске, завтра открытие Якутске. Как вы вообще до Якутска добрались? Слушайте, это хороший партнер. Он живет и в Якутске, и в Новосибирске. Знакомый давно. Он профессиональный франшизип. Имеет собственный бренд стритфуда, но только бургеры. И он выбрал наш бренд в развитии своего бизнеса. Я думаю, что это правильный выбор. Ждем их открытия. Ну что я могу сказать, ребят? Нужно верить в себя. И когда 5 лет назад 20 квадратных метров бери перед моими глазами, я думаю, что с этим делать? А как мы вообще станем брендом номер один в этой нише? Я просто верил. Не было никакого бэкграунда, компетенций, денег, инвесторов, партнеров. У меня просто была вера. И я топил, несмотря ни на что. Поэтому верьте в себя. Топите. И делайте свои продукты, свои бренды. И не надо думать, что нужно быть теми там высших образований. И быть каким-то очень умным человеком. Нет. Нужно быть просто очень сильно, сильно желающим этого достичь. Вот. И идти, несмотря на что. Не опускать руки. Ну что, друзья. Хочется подвести итоги конкурса. Даже двух конкурсов. У нас были в разных видео. Первое видео было с Русланом Халецким. И есть победитель, который набрал больше всего лайков на комментарии. Ты забираешь от чемпиона мира, с его реальной компанией Genetic Club, витаминный комплекс и жиросжигатели. Ты красавчик. Поздравляю. Забирай. Это все твое. Ну и в выпуске с Егором Подалкиным, как открыть прибыльную кальянную, мы разыграли сертификат на 5000 рублей, чтобы попасть к нему в одну-вторую. И там круто покурить кальян. И самое важное было задание. Назвать ценно-конечный продукт уборщицы, продажника, генерального директора. Ну и вот самый правильный комментарий и ответ на все три вопроса. Ты красавчик. Забирай сертификат. Мы напишем тебе в личку. Ждем твоего ответа. Ну и потом, надеюсь, потом крутого видео, как ты куришь кальян. Огонь. Участвуйте в конкурсах. Проявляйте себя. Ну и самое важное, дальше будут более крутые конкурсы, более крутые розыгрыши и интересные задания. Поэтому смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и делайте бизнес, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok